Всем добрый Дэн, с вами Айдэн, войны и телевидение против видеоблогинга продолжаются, и на этот раз в любимой всеми программе прямой эфир появляется известный пранкер Афония. Если ты именно тот человек, который приходя с работы хочет расслабиться и не напрягать свой мозг, то искренне советую подписаться на канал Марг. Это всякие челленджи, вложики со сталков, размышлений на различные темы, а также обзоры необычных скейтов. Я вот никогда на таких не катался, вообще увидел, просто ну в шоке, смотри, что это такое-то, ну как только технологии выросли. Ссылка в описании. Начнем с того, что выпуск вышел вчера, и посвящен он почти полностью истории с девушкой, которую похитили на Бентли ради пранка. Афония поместили в последний блок, стандартное российское ток-шоу выполнено в четырех блоках, то есть это начало, это какая-то развязка, и вот в конце либо новая история, либо какой-то скандал очень сильный. Приходят, я не знаю, там главные убийцы, еще кто-то вот по мотивам ток-шоу, случаются драки, еще что-то сделано специально для того, чтобы были удержаны рейтинги, то есть просматривали зрителя до конца программы. Я на самом деле боюсь вставлять кадры с передачи по весьма понятным причинам, сразу же контент ID сработает, сразу же ролик заблокирует, и еще, не дай бог, влепит страйк, поэтому вы просто наблюдайте за мной, как я смотрю телевизор. Ну давайте сначала посмотрим на меня видео, в котором вы снимаете ролики, а вы прокомментируете. Девушка, привет. Привет. Как дела? Я познакомиться хочу, что мне понравилось. Я поздно. Оскорбляйте сразу. Надо человек ждет. Не наступила кульминация, не наступила финальная шуточка, пранка, но уже люди начинают его оскорблять. Просто покатаемся вместе с тобой и подружимся. Сейчас, подожди, у меня для тебя сюрприз есть. Секунду, я люблю удивлять девушек. Внимание, внимание, найдена шлюха. Воджинка, жаркий шоу. У-у-у, бабушки начинают укать, но на самом деле бабушки, это вот, которые себя в зале, укают, они просто потому, что так нужно делать. Нужно укать, нужно говорить у-у-у, чтобы создавалось ощущение того, что тебя просто все ненавидят. Так вот, вырезаны из этого пранка абсолютно все моменты, за которые можно было зацепиться. Первоначально она ему отказывает, говоря о том, что у нее есть парень, она сейчас идет к нему, но как только он начинает говорить что-то про машину, она приостанавливается и говорит, ну давай покатаемся, давай на часик покатаемся. То есть все вот эти моменты, их просто-напросто вырезали. А что, это смешно? Очень смешно. А то, что девушка идет с парнем своему... Давайте теперь объясню вам. Я подхожу к девочке, говорю ей, привет, давай познакомимся. Она мне негативно говорит, что у меня есть парень, я не знакомлюсь на улице, но тут же, как она видит дорогую машину... Я не знаю, я жду трамвая. Да, очень погоди. Мы в театральном институте эксперименты на площадке делали. Все-все, началось. Лучше бы в театральном это ставили. Лучше бы там просто крики ора. Короче, все то же самое, что было на прямом эфире с Жанной Фриске. Это тоже, ну, без Жанны Фриске, но с блогерами. Ну, это ж тебя надо наказывать по большому счету. Это же низко. Дебил самому не западло таким заниматься. Это не самоутверждение. Не самоутверждение. Поблевать хочется. Купился какой-то чиновник, я, честно говоря, не знаю, кто он. И это нормально для такой программы. Потому что сюда вот в качестве экспертов приходит... Я каждый раз, когда пытаюсь смотреть и анализировать эту программу, постоянно приходят одни и те же люди. Почему, спрашивается. Потому что эти люди, если вот взглянуть на их историю, загуглить, кто они такие, можно понять, что, возможно, когда-то давно они что-то там значили в мире масс-медиа. Но сейчас их рейтинг упал ниже Плинтуса. То есть они сейчас нигде не востребованы. А телеканал России выгодно приглашать экспертов за бесплатно. Посмотрим еще один ролик Андрея. То есть это примерно вот так вот. Опять же, вырезаны только те моменты, где Андрея показывают абсолютнейшим аутистом. Послушай, ну на самом деле, вот честно, я посмотрел то видео, и, ну, впечатление не очень приятное. Особенно было неприятно, когда молодой, вроде бы нормальный парень с виду, делает такие глупости. Вот сейчас, ребята, вы просто выпадете, и сможете целесообразно сделать вывод об этом прекрасном чиновнике. Даже плашечку обычно вот с именем и фамилией пишут здесь, кто он какую должен занимать. Здесь вообще ничего о нем не ясно. Когда молодой, вроде бы нормальный парень с виду, делает такие... Аплодисменты! Молодой, вроде бы нормальный парень с виду. И что происходит через несколько минут? Посмотрите на нем, но вот не самый приятный наружности ведь парень. Репатичный парень. Особенно если вспомнить, что об Андрея говорил этот политик несколько минут назад. Когда молодой, вроде бы нормальный парень с виду, посмотрите на нем, но вот не самый приятный наружности ведь парень. Куда уж нам до вас, уважаемый, не каждому от природы дана столь приятная наружность вырвать этот монитор, повесить себе где-нибудь над кроватью вот этот вот эталон, эталон мужского стиля Дело не в кино, дело не в кино Пошла защита В любом ток-шоу должны быть две страны страна, которая защищает, и страна, которая протестует Приходит этот чиновник, ну, говорят, какая будет тема говорят, на кого нужно кричать, говорят, на кого нужно гнать То есть собственного мнения в этой программе не бывает Здесь все сделано по сценарию А сейчас у нас в гостях не менее эпатажная персона Эксперт Виктор Баранец или Баранец Военно-обозреватель газеты Комсомольская правда Человек явно связан с пранкерами Явно много о них может сказать Если бы ваш товарищ подошел к моей дочке, прикадрил А потом в рупор кричал на всю улицу Шлюха или *** То я не гарантирую, что вы бы после этого отправились на фронт Если бы ваша дочь на поле поесть, другим нормально будет, а? Вот это аргумент Если бы мою дочь закадрил, а потом кричали, что она женщина легкого поведения То вам бы вообще конец был И все ему аплодируют, все ему рукоплескают Но просто никто не вслушивается в суть того, что он говорит, что за ахинею он несет Извиниться ли Андрей Афонин перед девушкой, которую он обидел Екатерина Перцева в нашей студии Женись Женись Женись, короче, что-то они Вышла девушка из совсем другого пранка А публика-то думает, что вышла та самая девушка, которая повелась на дорогой автомобиль То есть все настолько притянуто за уши Все настолько рассчитано на аудиторию, которая нифига не понимает в этой ситуации Которая думает, что все так оно и есть Что вот этот вот человек ужаснейший Судить его нужно, сажать Девушка, если бы вы не сели в машину, ушли дальше А человек в мегафон на всю улицу, он кричал, что вы шлюха Как бы вы к этому отнеслись? Ну, я, конечно, понимаю, что девушке наверняка это было неприятно очень сильно В принципе, этого мужчину можно оправдать тем, что он в связи с своим возрастом не понимает, что сейчас модно, что сейчас в тренде И так как ему впервые показывают подобное, с вырезанными еще моментами, за которые можно было бы зацепиться Естественно, для него это враг народа Тут, скорее всего, вся претензия именно к тем, кто создает эту программу К редакторам, к режиссерам, к продюсерам и к самому ведущему Вот самое, Борис Корчевников, да, как бы к нему кто ни относился Хорошим он был актером, но решил перейти почему-то в телевизионную стезию И вот ведет уже несколько лет эту программу И всегда я замечал на нем такое, что вот как только возникают конфликты между молодым поколением и поколением постарше Он всегда будет доказывать позицию людей, которые старше Помните тоже прямой эфир про Жанну Фриска, когда он брызжал слюной, орал на блогеров? Но это не поведение ведущего Ведущий ток-шоу это такой, знаете, судья, который должен все взвесить, должен защищать каждую позицию и каждую позицию также оправдывать Ну и кульминация всего этого случайный человек из зала Эта девушка никуда не садилась, ее называть шлюху А я считаю, что она хорошая девочка Он, она, все девушки, поймите, я вам объясню Все девушки, которым подходят непонятные молодые люди, автоматом говорят У меня есть парень, даже если это не так Разве он наркоман, как вы, понимаете? Борис, на том деле вот этот вид он может получить Сейчас она ответит Мне кажется, ей просто никто никогда не предлагал прокатиться на Бентли Может, кто не знает, но у людей, сидящих в этом зале, тоже есть свои регалии Бабушка стандартизированная Бабушка стандартизированная, бабушка стандартизированная, бабушка стандартизированная Класс стандартизированных бабушек, которые хлопают, укают и прочий ряд эмоций выдают на программе Им платят по 200 рублей за один выпуск Есть же также высшие бабушки, или высшие женщины в данном случае Которые еще являются актерами То есть, они, видимо, очень много раз ходили на эту программу Как-то хорошо себя проявляли Из-за особо хлопали, может быть, как-то укали С особой такой энергичностью Очень способны какую-то эмоцию выбить И вот такие люди людям платят 500 рублей Им заранее также говорят, куда нужно сесть, когда нужно выйти, что нужно сказать, какую позицию нужно защищать Это я просто к тому, если мало ли кто-то считает, что существует открытый микрофон в студии И каждый может подойти и просто высказать свое мнение Такого, конечно же, нет И вот на этом моменте Афоня решает сделать то, что послужило причиной прийти на эту программу Сорвать рейтингов А он сел в машину и назвал ее шлюхой Это просто низко А нечего садиться в машину Нет, это она шлюха Шлюха Ну а сейчас еще Как с этим нужно бороться Нет, это не шлюха Это единичный случай Стоп, единичный случай Видите, он смотрит, 3 миллиона человек Что это? 3 миллиона против одной шлюхи Мы имеем дело с психической аномалией Которая очень граничит с уголовным преступлением Военный обозреватель медленно превращается в психотерапевта и следователя Сами можете найти программу, посмотреть дальше Афоня там дальше бомбит Афоня острубил двух зайцев Он сделал хорошо и себе Рейтинг свой повысил И рейтинг телеканала России очень хорошо повысил Потому что в сфере ток-шоу Главных ток-шоу у нас в России 3 Это, пусть говорят, по Первому каналу Это, говорим, показываем по НТВ И вот прямой эфир по России То есть у них там идет огромная конкуренция Борьба за доли людей, которые смотрят программу То есть там, ну, рейтинг в долях измеряется телевизионный Если Малахов и Закашанский принимают объективную позицию в любых спорах То есть защищают и ту, и другую сторону То Борис Корчевников в данном программе И редакция вообще всего этого шоу Крайне не права Я почему решил затянуть это видео Не только там, потому что хайп, все дела Потому что я очень тесно был связан в свое время с этой программой Мне удал... Не знаю, это счастливое, не счастливое было Были времена, когда я работал там и снимал видео Снимал сюжеты Нижегородские Потом отправляли вместе с героем их туда, в Москву И приходилось очень много врать То есть работа журналиста это, ну, нормальная практика Но здесь уровень вранья вот в этой программе Он преувеличивал норму Нам-то, молодежи, все понятно Мы смотрим и нам весело того, какая фигня творится на телеке Но есть взрослые люди, которые посмотрят такую программу И всерьез подумают Какие же они ужасные Какие же они похабные Обзывают девушек просто так Из рупора на всю улицу Поддержите, пожалуйста, это видео лайком или репостом Возможно, кто-то из взрослых посмотрит и поменяет свою позицию о нас Субтитры сделал DimaTorzok